Всем привет! Сегодня я хочу показать вторую часть ловушек в ферзевом гамбите. Это будут тоже ловушки, которые встречаются довольно часто. И что самое главное, что черные делают довольно логичные ходы, но тем не менее попадают в очень неприятную ситуацию и проигрывают или пешку, или даже более того 2 или 3 пешки при сильнейшей игре со стороны белых. Итак, с перестановкой ходов получается стандартная позиция с ферзевого гамбита. Слон g5, конь d7, e3, слон e7, конь c3, рокировка. Тут белые обычно играют либо cd, либо слон d3, либо ферзь c2, либо же ладья c1. Вариантов очень много, в данной партии сыграли ладья c1. Ладья c1, c6, слон d3, a6. a6 ход с целью сыграть затем dc, и после слона c4, b5 и c5. Но, конечно, белые все это видят, и поэтому после a6 они играют cd, чтобы не было у черных хода dc. Итак, cd, ed, рокировка, ладья e8. Ход тоже стандартный, и в будущем черные почти всегда играют конь f8. Итак, ферзь b3, и здесь, конечно, все-таки черным нужно было сыграть конь f8. Это главный ход в данной позиции. В будущем конь может пойти на e6 и на поле g6. Кроме того, лишний раз укрепляется пешка на поле h7. Поэтому конь f8 был, конечно, самым сильным ходом. В партии черные сыграли h6, это пока тоже не ошибка, но небольшая неточность уже. Поскольку теперь белые играют слоны f4, и все-таки не совсем понятно, зачем черные ослабили свой королевский фланг. И кроме того, теперь уже перевод конь f6, конь g6 будет не совсем хорошим, из-за того, что белые просто съедят коня на поле g6, и у черных будет плохая обежечная структура. Ну и кроме того, в этой позиции черные уже могут ошибиться, что и случилось в партии. Они могут сыграть конь h5, после чего белые выигрывают минимум пешку. Следует сильный тактический удар, а именно конь d5. Ну теперь выясняется, что после взятия cd, что кажется логичным, белые играют слон со 7, и не совсем понятно, куда уводить черного ферзя. Как видно, все фигуры черных блокируют отступление ферзю. Единственная возможность спасти ферзя, это сыграть, например, конь c5, но тогда, конечно же, белые играют ладья c5. Бить ладью у черных нет времени, черные должны уйти ферзем. У ферзя только одно поле появилось, это ферзь d7. Но после конь e5, ферзь d6 и, допустим, хода ладья c2, либо же какого-то другого, любого хода, который защищает ладью, допустим, такой, выясняется, что у черных не хватает пешки. Кроме того, у белых более перспективная позиция, они владеют вертикалью c, и не совсем понятно, что здесь делать черным. То есть позиция уже с огромным перевесом для белых. Также, если мы вернемся назад и после хода конь d5, посмотрим другие возможности за черных, то мы увидим, что, по сути, кроме хода cd, есть только один нормальный ход, это ход конь f4, поскольку уже угрожает и конь c7, и слон c7. Но после конь f4, конечно же, белые играют конь f4, то есть они сохраняют лишнюю пешку, но здесь проблем у них особо нет. То есть дальнейшие ходы можно показать очень быстро, допустим, слон d6, конь d2, это одна из партий, которая встретилась в данной позиции, ферзь b6. У черных предлагают размен ферзей. Действие довольно странное, но тем не менее, даже если не менять ферзей, все равно не видно хороших планов за черных, поскольку у белых здоровая лишняя пешка, и, в общем-то, очень-очень хорошая позиция. Итак, конь d2, ферзи разменены, конь f6, конь c5, конь d7, конь e4, слон f8, конь g3. Это все необязательные ходы, просто я показываю, что у белых нет абсолютно никаких проблем, у них прекрасная позиция, лишняя пешка, и, в общем-то, не видно ни малейшей компенсации со стороны черных за отданную пешку. Именно поэтому, если мы вернемся еще назад, на момент, когда белые сыграли слонов 4, здесь, конечно же, черные могли сыграть, допустим, конь f8, возможно, как-то по-другому, но уж точно не стоит играть конь h5, поскольку тогда, после конь d5, черные теряют пешку и остаются в проигранной позиции. Теперь давайте посмотрим еще одну, очень похожую идею за белых. Здесь тоже белые играют конь d5, и в будущем выигрывают материал. То есть петиция возникает очень схожая на ту, которую мы видели в прошлом примере. Итак, с небольшими перестановками, опять же таки, возникает позиция из отказанного ферзя у гамбита, слон g5, конь d7, e3, слон e7, конь c3, рокировка, ладья c1, ладья e8. Я это все показываю довольно быстро, потому что это известная теория, и здесь останавливаться нет никакого смысла. Итак, ферзь c2, a6, cd, ed, слон d3, c6, рокировка, и здесь черные могут сыграть либо конь f8, либо так, как было в партии, могут сделать ход конь e4. Итак, конь e4, теперь уже у белых есть несколько возможностей. Первая это сыграть слон e7, вторая сыграть слон f4. После хода слон e7 и ответа черных ферзь e7 возникает довольно интересная позиция, которую, правда, разбирать сейчас не буду, поскольку там никаких ловушек ни за белых, ни за черных нет. Интереснее сыграть слон f4. Теперь после этого хода возникает, во-первых, угроза выигрыша пешки на поле e4, после взятия, допустим, конь e4, и на dc, слон e4. Но, кроме того, есть и другая замаскированная ловушка, в которую черные и попались. Они сыграли f5, после чего белые ответили конь d5. И теперь выясняется, что в случае простого взятия cd следует ход слон c7, и теперь уже не видно, как спасать ферзя. В прошлом примере у черных хотя бы был ход конь c5 с нападением ферзя белых. Если сейчас сыграть конь c5, то просто будет слон d8, и белые выиграют ферзя. Но на любой другой ход, в принципе, тоже белые сыграют слон d8, и черные останутся без ферзя. Конечно же, данную позицию они уже проиграют. Поэтому после хода конь d5 мить коня совсем плохо. Приходится играть данную позицию без пешки. Допустим, сыграть слон d6, перекрывая диагональ h2 b8, но тогда проще всего разменяться на поле d6, потом уйти конем из-под боя, и здесь у белых, опять же, здоровая лишняя пешка, прекрасная позиция, и, конечно же, опять-таки, здесь белые обязаны побеждать. Вот так вот всего лишь 15 ходов белые выиграли пешку, и, конечно же, здесь они вправе рассчитывать и на победу в партии. Давайте разберем еще один аналогичный пример, где черные опять-таки играли коней 4, а белые провели все тот же удар конь d5. Итак, d4, d5, c4, e6, конь c3, конь f6, стандартное развитие для ферзи у гамбита. Здесь белые решили сразу поменяться на поле d5. Это вполне возможное решение. Итак, cd, e, d, слон g5, слон e7, e3, c6, и вот здесь белые сделали хитрый ход, ферзь c2. Ну, в общем-то, ход вполне возможный. В данной позиции белые могут просто перейти к стандартной позиции ферзи у гамбита, то есть потом сыграть конь f3, слон d3 и уйти в короткую рокировку. Также есть возможность сыграть слон d3 и затем не конь f3, а конь e2. Довольно хитрый ход, и потом конь уже может выйти либо на f4, либо же на поле g3. И, кроме того, третья возможность после хода ферзи c2, это уйти в длинную рокировку и в будущем начать атаку на черного короля. Теперь черным нужно было сыграть либо конь d7, либо уйти в рокировку, но что им точно не стоило делать, так это играть конь e4. Все потому, что следует естественный ход слон e7, и теперь выясняется, что после логичного взятия ферзи белые опять-таки проводят удар конь d5. Только теперь, конечно же, они не выигрывают ферзя, но зато после взятия cd они отыгрывают фигуру, то есть забирают слона на поле c8, и более того, после хода ферзи d8 они еще играют слон b5. Теперь выясняется, что черные теряют еще одну пешку, допустим, после хода конь c6. Белые просто берут два раза на поле c6, играют слон c6, bc ферзи c6, и теперь черные видно, что лишаются рокировки, поскольку на ферзи d7 будет под боем ладья a8, то есть черные должны сыграть либо король e7, либо же король f8, после чего черные останутся и без двух пешек, и без рокировки, и более того, в худшей позиции. То есть, конечно же, в данной позиции уже черные вполне могут сдаться. Это будет, наверное, самым логичным решением. То есть, это все говорит о том, что в данной позиции после хода ферзи c2 выпад конь e4 был явно преждевременным, и лучше всего было уйти в рокировку и уже потом сыграть конь e4, когда слон на поле c8 будет съещен ладьей с поля f8. И давайте разберем еще несколько позиций, где главной идеей белых будет, как и в прошлых примерах, жертва конь d5. Итак, d4, d5, c4, e6, конь c3, слон e7. Ну, это довольно хитрый ход, чтобы белых не было выпада в слон g5. Тем не менее, после простого хода конь f3 все равно черные, видимо, обязаны играть конь f6, после чего уже белые могут спокойно сыграть слон g5. И после cd и ed как раз-таки белые проводят данный план. Слон g5, c6 и ферзь c2. Здесь, конечно же, конь e4 за черных плохо. Мы уже видели аналогичную позицию, потому что на конь e4 последует ход слон e7 и на ферзь e7 будет выпад конь d5 с последующим выигрышем слона на боли c8. Тем не менее, черные просто могут уйти в рокировку и это будет самым сильным решением. В данной же партии черные сделали довольно необычный ход, они сыграли g6. Идея хода состоит в том, чтобы сыграть слон c8 f5, напасть на белого ферзя и, соответственно, вывести степом своего белопольного слона. Тем не менее, здесь белые могут просто сыграть e3 и на слон f5 сыграть слон d3. Это вполне возможно. А в той партии, которую я рассматриваю, белые сыграли e4. Теперь лучшим решением за черных было, конечно же, взятие пешки, то есть ход de. Ну и затем происходил размер на поле f6, шахфер d4, то есть в итоге у белых остается эцелированная пешка. Тем не менее, фигуры белых стоят более активно, то есть я думаю, что здесь остается примерное равенство. Это было лучшим решением за черных. Ну а в той партии, которую я рассматриваю, после хода e4 черные сыграли конь e4. После чего, конечно же, произошла стандартная ловушка для данной системы. Слон e7, ферзь e7 и просто конь d5. Теперь после cd в ферзь c8 черные играют ферзь d8 и опять-таки следует шах слон b5. То есть происходит примерно то же самое, что мы и видели в прошлом примере. Конь c6, слон c6, bc, затем ферзь c6, то есть у белых уже правда не 2, а всего лишь одна лишняя пешка. Тем не менее, черный король опять-таки решается рокировки. На король f8 белые уходят в короткую рокировку сами, то есть у белых лучшее развитие, лишняя пешка, то есть просто выигранная позиция. Также, думаю, стоит сказать о том, что после хода слон e7 у черных есть ход король e7, но понятное дело, что данный ход хорошим быть не может, поскольку тогда черные теряют пешку на поле e4, то есть происходит конь e4, d e, ферзь c4, шах, ну и более того, после хода слон c4, ход, который кажется самым сильным, у белых есть еще сильный ответ слон c4, затем белые могут уйти и в длинную, и в короткую рокировку, у них сильнейшее давление по вертикали e, то есть здесь, опять-таки, перевес остается у белых. И давайте разберем еще один пример, где, опять же, такие белые провели удар конь d5, и, соответственно, черные остались без пешки и в пробенной позиции. Итак, d4, d5, c4, e6, конь c3, черные опять сыграли слон e7, в общем-то, особой разницы нет в начале играть слон e7 либо конь f6. Итак, слон e7, cd, ed, слон f4, c6, ферзь c2. Здесь, конечно же, черным нужно было сыграть конь f6, уйти в рокировку, но они решили сразу поменять чернопольных слонов и сыграли слон d6. Как ни странно, такой стандартный ход в данной позиции оказался ошибочным. Белые провели стандартный удар для таких позиций, а именно конь d5, и выиграли пешку. То есть, здесь получается, что как бы ни сыграли черные, они остаются без одной, либо даже в ряде вариантов без двух пешек, и, соответственно, белые легко выигрывают. Например, в случае самого логичного хода cd, следует размен на поле d6, и после этого белые играют ферзь c8, теперь выясняется, что нужно играть опять же таки ферзь d8, после чего белые могут сыграть просто ферзь b7, то есть у белых уже целых две лишние пешки, и, конечно же, позиция абсолютно выигранная. Также, если мы вернемся назад и после хода конь d5 попытаемся найти другие возможности за черных, то видно, что ничего здесь хорошего у них нет. Допустим, в случае хода ферзь c5 белые играют просто конь c3, и более того, после хода слона f4 у белых находится сильный ход ферзь e4, затем белые отыгрывают фигуру, и, соответственно, у них все-таки остается лишняя пешка. Это говорит о том, что после хода конь d5 самым сильным ходом за черных будет ход слона f4, и на взятие коня f4, взятие ферзь d4. Здесь уже черные наконец-то сохранили материал в равновесии, то есть они не потеряли пешку, тем не менее, позиция белых все равно остается более приятной, в будущем они вполне могут уйти в длинную рокировку, и использовать то, что у черных пока что очень плохое развитие. Все фигуры черных стоят на восьмом ряду, и, кроме того, король достаточно слабый, то есть в любом случае так играть черным не нужно, поэтому после хода ферзь c2 вместо хода слона d6 нужно просто развиваться, сыграть коня f6, в дальнейшем уйти в рокировку, ну а дальше уже возможно провести конь e4, возможно как-то по-другому, но в любом случае нужно всегда следить за ударом конь d5, поскольку в похожих позициях он довольно стандартный, и очень эффективный для белых. Ну а на этом на сегодня все, спасибо за внимание и до скорых встреч!